За всю историю авиации лишь немногие самолеты получили право называться легендами. НОРД АМЕРИКАН Ф-100 СУПЕРСЕЙБЕР Эра сверхзвуковых полетов боевых самолетов началась в мае 1953 года, когда на летное испытание вышел истребитель F-100 СУПЕРСЕЙБЕР. До этого звуковой барьер преодолевали только экспериментальные машины. Уже через полтора года после первого полета СУПЕРСЕЙБЕР поступил на вооружение американских военно-воздушных сил. Появление F-100 и начало его серийного производства стало прологом нового этапа в развитии американской авиации. Ф-100 СУПЕРСЕЙБЕР Своё появление эти машины отметили двумя рекордами скорости. Последним дозвуковым рекордом и первым сверхзвуковым. Была достигнута скорость 1323 км в час. Впереди лежал долгий путь, начало которого было отмечено катастрофами и спорами. В конце концов, этот тип самолёта был признан и оценён всеми по достоинству. Преодоление звукового барьера стало настолько важным шагом вперёд, что F-100 явился как бы водоразделом между первым и вторым поколением реактивных истребителей. Сама цифра 100 в обозначении самолёта словно говорила о новой точке отсчёта в авиационной истории. Так называемая сотая серия включает в себя несколько типов оригинальных сверхзвуковых истребителей. Кроме North American F-100, это McDonnell F-101, Conver F-102, Lockheed F-104, Republic F-105 и Conver F-106. Однако не случайно, что среди всех этих превосходных машин для пилотажной группы Thunderbird любимым стал именно F-100. У самолёта были свои проблемы, связанные в частности с приземлением, однако в полёте это была чуткая и надёжная машина, что подчёркивает нежное отношение к ней пилотов Thunderbird. Супер Сейбр был детищем исключительно сильного конструкторского бюро. Фирма North American добивалась успеха самого своего основания. Она не испытывала никаких серьёзных неприятностей с 1935 года, и в такой стабильной атмосфере проектное бюро занималось несколькими инициативными проектами перспективных самолётов. Рождение Супер Сейбра относится к 1949 году, когда проектное бюро North American сконцентрировалось на разработке качественно нового самолёта, способного преодолеть звуковой барьер. Время, когда рождался Супер Сейбр, компания North American уже могла гордиться тем, что создала истребители, которые по праву считались одними из лучших боевых машин Второй мировой войны и войны в Корее. Такие утверждения, конечно, всегда вызывают споры, но два самолёта фирмы «Мустанг» и «Сейбр» могут быть достойным предметом обсуждения в любом столкновении мнений. Новый истребитель из той же конюшни должен был поддержать высочайшую репутацию своих предшественников. Первый истребитель этой фирмы стал классическим образцом самолёта этого класса. П-51 «Мустанг» пользовался большим успехом и заявил о фирме как о крупном производителе боевых самолётов. На Европейском и Тихоокеанском театрах войны «Мустанги» сыграли важную роль в качестве самолётов сопровождения и штурмовиков. П-51 впервые поднялся в воздух в 1940 году. Затем эта модель прошла большой путь совершенствования на основе боевого опыта. «Мустанг» стоит в самом конце эпохи винтовых самолётов, став одним из её величайших представителей. «Мустанг» оставался в строю и после окончания войны, покрывая недостаток первых реактивных самолётов. Эти машины в большом количестве применялись в Корейской войне и несли значительную нагрузку в качестве штурмовиков. «Норд Америкин» выпустила более 16 тысяч П-51. Успех её первого истребителя сыграл фирме на руку во многих отношениях. Она стала известна как производитель первоклассных истребителей. Финансово встала на ноги и смогла приступить к новому этапу исследовательских и проектных работ. Это был шаг в мир реактивных самолётов. Фирма создала две таких машины. FJ-1 «Фьюри» для флота и F-86 «Сейбр» для военно-воздушных сил. Бесспорно, самым удачным из них стал «Сейбр». Словно в подтверждении уверенности фирмы в своих силах, выпуск F-86 был отложен на год против графика, что потребовалось для решения ряда проблем стреловидного крыла и оперения. Стабильность и финансовое процветание фирмы позволили пойти на такой риск. Итог многократно оправдал вложенные силы и деньги. «Сейбр» был запущен в массовое производство в 1949 году и как раз успел к началу Корейской войны, где и произошло его боевое крещение. F-86 поступил в Корею в декабре 1950 года. К этому моменту военно-воздушные силы имели проблемы с МиГ-15, которые явно превосходили американские реактивные машины. В многочисленных столкновениях с русскими самолётами «Сейбр» доказали свои высокие боевые качества. Успех приносили также отработанная тактика и прекрасная выучка пилотов. КОНСТРУКТОРы фирмы «Норд Америкин» КОНСТРУКТЕМ приступили к решению новой задачи — преодолению звукового барьера. Работы начались в 1949 году и продвигались достаточно быстро. Первые опыты по развитию проекта самого «Сейбра» быстро выявили ограничения конструкции, и работа началась с чистого листа. Была принята совершенно новая аэродинамическая компоновка, а размеры самолёта оказались гораздо больше. В январе 1951 года, после критического осмысления пройденного пути, военно-воздушные силы дали добро на создание сверхзвукового дневного истребителя. Ему было присвоено обозначение «Ф-100». Прототипы как такового не строили. Первый «Ф-100» представлял собой предсерийный образец, которым в США присваивается индекс «Игрек». Он был заказан 1 ноября 1951 года, когда конструкция прорабатывалась ещё на Кульманах. Работы по «Ф-100» уже шли полным ходом, когда другие фирмы начали предлагать проекты новых самолётов с ещё более высокими данными. Но они скорее дополняли, чем опровергали первоначальный замысел «Ф-100». Истребители 100-й серии стали основой военно-воздушных сил США на долгие годы. Они олицетворяли собой гигантский технологический прорыв. В них было вложено огромное количество средств. Их разработка и производство потребовали всеобъемлющих перемен практически во всех областях авиационной науки и производства. Таких как аэродинамика, материалы, технология производства, двигатели, авионика, средства навигации «Горючие». Этому сопутствовали новые взгляды на тактику применения таких самолётов, их вооружение и использование ядерного оружия. «Ф-100» стал применяться в качестве штурмовика и истребителя-бомбардировщика. Изначально «Ф-100» проектировался как истребитель для завоевания превосходства воздуха. Но вскоре его стали рассматривать как многоцелевод. Крыло самолёта было перепроектировано с тем, чтобы на шести пилонах можно было разместить 2700 килограммов боевой нагрузки. Это обеспечивало благоприятное распределение нагрузки по размаху крыла и делало самолёт мощным ударным средством. Шок атака неразрешённого конфликта в Корее укрепил уверенность США в необходимости быть готовыми к новым конфликтам. Пересмотру подвергалась сама концепция подхода к вооружениям вообще. Пулемёты уступили место более мощному оружию, и на «Ф-100» были установлены четыре 20-мм пушки. На «Ф-100» в модификации «Д» была предусмотрена возможность подвески ракет «Воздух-Земля» «Буллпап», которые должны были наводиться на цель лётчиками с использованием универсального прицела, с радиолокационным дальномером. Опыт показал, что обычные авиабомбы значительно дешевле сложных ракет, и новое оружие вряд ли полностью вытеснит старые. Однако в целом ряде случаев точность ракет оказывалась решающим фактором. Конструкция первых серийных «Ф-100А» был целый ряд крупных просчётов. В некоторой степени это объяснялось изменениями, внесёнными в проект уже после подписания контракта. В 1952 году было в частности до критической черты уменьшено вертикальное оперение самолёта, что впоследствии повлекло за собой большие проблемы по устойчивости и управляемости. На некоторых режимах полёта самолёт мог полностью потерять управляемость и выйти на недопустимые перегрузки. Полёты «Супер Сейбров» были приостановлены после шести крупных аварий, две из которых повлекли гибель пилотов, после того, как их машины стали неуправляемыми и разрушились в воздухе. В конце концов, для решения этой проблемы вертикальному оперению вернули его первоначальную конфигурацию и увеличили размах крыла. Уже построенные самолёты подверглись переделке, а новые выпускались с учётом внесённых до работок. Если исключить этот крупный промах, испытания на военно-воздушной базе «Эдвардс» дали неплохие результаты. Другим объектом постоянной заботы было специфическое поведение самолёта при посадке. Эта проблема решалась путём дополнительного обучения лётчиков, а не модификации самих самолётов. На базе «Эдвардс» проводились также опыты по старту самолёта без разбега. Ф-100 имел сравнительно небольшую дальность, которая ограничивалась 960 километрами. Впоследствии эти самолёты были снабжены устройством дозаправки в воздухе, которое проводилось либо от специального самолёта-заправщика, либо от однотипного самолёта. В результате Ф-100 мог быть использован для нанесения ударов по достаточно удалённым целям. Всего было выпущено 203 «Ф-100А», первые 70 из которых не имели конструктивных изменений, способных предохранить самолёт от потери управляемости. Эта проблема стала причиной задержки воплощения в жизнь всей программы по «Ф-100» и только весной 1955 года поставки самолётов были возобновлены. К тому времени уже прошёл испытание улучшенный вариант «Ф-100С». Обозначение «Б» несколько раньше было присвоено новой машине, скорость которой должна была вдвое превосходить скорость звука. Недостатки конструкции самолёта не исчерпывались возникавшим на больших скоростях неблагоприятным сочетанием движений рыскания и крена, способным за секунды разрушить машину. «Ф-100» отличался плохой управляемостью на малых скоростях, что могло привести к катастрофе, если отсутствовал достаточный запас высоты. Сейчас вы видите, как пилот понял, что слишком рано начал приземление и пытается снова набрать высоту. Он слишком резко дал газ, из-за чего компрессор двигателя попал в срывной режим работы. Тяга упала. Лётчик пытается снова и снова исправить ошибку, но только усугубляет положение. Скорость самолёта снизилась ниже предела управляемости, и трагедии избежать не удалось. Этот случай не был единственным в своём роде, и выражение «танец с саблями» получило новое звучание. Конечно, проект не был порочен изначально. Все проблемы проистекали из главного стремления конструкторов обеспечить как можно большую скорость. Но, что хорошо для большой скорости, оказывается плохо для малой. «Ф-100» имел скорость сваливания около 240 км в час. На столь малых скоростях он становился плохо управляемым, к тому же сильно ухудшался и обзор из кабина пилота. Кроме всего этого, двигатель, теряющего скорость самолёта, был слишком чувствительным к малейшему изменению режима, и поэтому посадка всегда превращалась в проблему. «Ф-100» сохранил способность к исполнению «танца с саблями». Пилотам оставалось только смириться с этим. Однако обучение, опыт и инстинкт самосохранения помогали лётчикам быть на чеху. Было гораздо безопаснее повредить шасси, совершая посадку на большой скорости, чем пытаться справиться с «Ф-100» на малой высоте. Суперсейбер был весь подчинён идее сверхзвукового полёта, от формы воздухозаборника до стреловидного крыла. Даже замёрзший на стоянке «Ф-100» наводит на мысли о скорости. В этих самолётах воплотились множество новых идей. Цельноповоротный стабилизатор расположен в самом низу хвостовой части фюзеляжа. Поскольку места для закрылков на задней кромке крыла не осталось, вдоль всей его передней кромки были размещены щелевые предкрылки. На своём веку «Ф-100» столкнулся с проблемами, которых следовало ожидать от столь передового проекта. В некотором смысле это был шаг в неизведанное, и компания «Норд Американ», забыв про самолюбие, широко распространяла новую информацию среди коллег в авиационной промышленности. Подобные материалы были получены в результате долгих и дорогостоящих опытов и анализа. Однако фирма не засекречивала их, помогая двигаться вперёд всей отрасли, чтобы избежать ошибок. Американские рётчики и большинство пилотов других стран, летавших на «Супер Сейбре», были весьма довольны самолётом. Среди них были участники знаменитой пилотажной группы «Тандербёрд». Они использовали эти машины дольше, чем любые другие типы самолётов. Когда в их распоряжении были предоставлены новые «Ф-105», они предпочли им свои испытанные «Супер Сейбре». Эскадрилья «Тандербёрд» летала на этих самолётах с 1956 по 1969 год. Опробовав в воздухе первые шесть машин модели «Си», они уже не расставались с «Ф-100». Стоит ли говорить, что они до тонкости изучили все их достоинства и недостатки. Композиция «Ф-100», как «Ф-100». Композиция «Поснай в нашем brothers» «Идёк, поднимания!» Композиция «Ф-100» Композиция «Ф-100» Поехали. Хорошо, вверху с пол. Идем, что это будет. Продолжение следует... Есть основания полагать, что несколько потерь самолетов во Вьетнаме были связаны с этим же недостатком, позже устраненным. Выступление Thunderbird демонстрирует, что если в этом мире и нет совершенства, то подойти к нему можно очень близко. Самолеты этой эскадрильи не являлись специальными вариантами. Это были обычные серийные истребители. Пилоты просто совершали такую последовательность маневров, которая превращала групповой полет в нечто вроде хореографической композиции. Именно это создавало впечатление, что машины поставлены в экстремальные условия. Все дело было в том, чтобы пилот и машина померились силами и умением. Ввиду относительно высокой аварийности суперсейберов была разработана спарка F-100F, предназначенная для тренировок летчиков. Почти четверть парка этих машин была потеряна при различных катастрофах. Каждый самолет предъявляет к летчику свои специфические требования. F-100 был первой машиной нового поколения, и все летавшие на нем проходили очень интенсивную подготовку. В эпоху революционного рывка за звуковой барьер подготовку летного состава надо было вести исключительно тщательно и заново разрабатывать все ее этапы. В боевых столкновениях с японскими «Зеро», а также корейскими «Мигами», американские военные убедились, что преимущество в подготовке летчиков могут компенсировать некоторое техническое отставание машины. «Зеро» и «Миги» превосходили многие самолеты противника, но терпели поражение из-за худшей тактической подготовки пилотов. Вообще-то идеал — это иметь лучшего летчика на лучшем самолете, будучи твердо уверенным, что он воюет на вашей стороне. Это как раз то, чего США стремились добиться от истребителей сотой серии и их пилотов. Корея преподала много уроков войны в воздухе. Стратегическая линия на разрушение экономического потенциала противника оказалась не столь уж неоспоримой, если этот противник не имел собственного производства, а полагался на иностранные поставки. Возникла дилемма между мировой и локальной войной. В ограниченной войне авиация служила целью достижения превосходства в воздухе и поддержки наземных сил путем уничтожения тыловых баз противника и нанесения штурмовых ударов. Суперсейбер все больше и больше превращался в тактический истребитель-бомбардировщик. На свет появлялись более скоростные перехватчики и дальние бомбардировщики. Однако за F-100 осталась функция тактической поддержки. Модель А была произведена в количестве всего 203 машин. Следующая модель С, истребитель-бомбардировщик, в количестве 476 экземпляров. Больше всего было выпущено штурмовиков F-100D-1274. Модификации C и D предназначались исключительно для атак наземных целей. Сочетание высокой посадочной скорости с относительно большим весом самолета делало посадку затруднительной. Если не срабатывал тормозной парашют, пилоту приходилось готовиться к очень длинному пробегу. Это была одна из трудностей, которую летчики должны были принять как неизбежность. Фирма дала своему самолету имя Супер Сейбер, но оно оказалось слишком длинным, и машина среди летчиков стали называться просто Хан. Сокращение от английского слова 100. Всего их было произведено 2294 экземпляра, если считать прототипы и двухместные модификации. Начиная с 1957 года, ими комплектовались 16 авиакрыльев военно-воздушных сил США, ставших значительной ударной силой. Проект истребителя F-100B разрабатывался в то время, когда шли работы по превращению сотки в тактический ударный самолет. Скорость, заложенная в проект F-100, составляла примерно 1,25 м, что для нового самолета считалось недостаточным. В варианте перехватчика максимальная скорость самолета должна была соответствовать двум махам. Второе назначение самолета, тактический истребитель-бомбардировщик, обусловило номенклатуру дополнительного оборудования и ряд компоновочных решений. Двойное назначение определило облик машины. Для обеспечения равномерного обтекания нижней части фюзеляжа, воздухозаборник двигателя был размещен над фюзеляжем. Тактические характеристики полностью подчинили себе проект F-100B. Американские военно-воздушные силы одобрили этот проект 11 июня 1954 года. Через месяц появилось на свет и новое обозначение самолета. F-100B превратился в F-107A. К тому времени перемены в конструкции стали столь очевидны, что у новой машины осталось мало общего с соткой. Фюзеляж с верхнерасположенным воздухозаборником был на 50% длиннее, чем у сотки. Подобно Супер Сейбру, конструкция F-107 содержала много новшеств, включая цельноповоротное вертикальное оперение и регулируемый воздухозаборник. Самолет был оснащен совершенным бортовым оборудованием, радиолокационным ответчиком, программируемым автопилотом и автоматическими средствами улучшения устойчивости. Это был прообраз авионики сегодняшнего дня. Опытный F-107A совершил свой первый полет на базе Эдвардс 10 сентября 1956 года. Затем испытания были продолжены. Несмотря на то, что было выявлено несколько неприятных дефектов, фирма North American с оптимизмом оценивала возможный объем заказов на эти самолеты. F-107 конкурировал с F-105 фирмы Republic, проект которого продвигался с большим трудом и до первого полета было еще далеко. Фирма North American называла свой самолет «сверх Супер Сейбр». Если бы F-107 выиграл конкурс, то его сборка была бы поручена фирме Republic, чтобы загрузить ее заводы. Инженеры North American уже готовились к преодолению следующего барьера. Создание истребителя, рассчитанного на скорость, втрое превышающую скорость звука. Однако победа все-таки оказалась на стороне F-105. Было решено не начинать массового производства F-107. Первый контракт был заключен всего на 33 машины, однако построено было лишь три опытных образца. Говорили, что 105-й был выбран из-за наличия внутреннего бомбоотсека, хотя, как показало будущее, он практически никогда не использовался на практике. 107-му оставалось утешаться тем, что он был одним из лучших самолетов, не получивших правительственного заказа. Неудача с F-107 не повлияла на заказы суперсейбров, которые по-прежнему оставались на вооружении военно-воздушных сил США. В мирные годы конца 50-х и начала 60-х они были значительно усовершенствованы. Модель F-100D, имевшая оборудование для дозаправки в воздухе, обладала расширенными возможностями для подвески оружия. Около 75 видов вооружения, бомбовые кассеты, блоки неуправляемых ракет, мины и осветительные бомбы, все было совместимо с конструкцией самолета. Вариант D имел немало существенных усовершенствований, включавших новые посадочные щитки, большую площадь крыла, увеличенный киль. В процессе серийного производства моделей C и D в их конструкцию и оборудование вносились различные усовершенствования и изменения. Например, 148 самолетов модификации D имели узлы установки стартовых ускорителей для безаэродромного старта. В 1962 году была развернута обширная программа модернизации соток. Программа выполнялась до 1965 года с темпом один самолет в два месяца. В итоге тактическое авиационное командование получило желаемый результат. Парк обновленных и боеготовых F-100. F-100 принял боевое крещение 9 июня 1964 года в Лаосе. Восемь машин F-100D атаковали укрепление Патет-Лао в качестве возмездия за сбитый разведывательный самолет. Так сотки попали в конфликтные районы Юго-Восточной Азии. С этого первого задания активность соток постоянно возрастала, особенно после начала операции Rolling Thunder в марте 1965 года. Логика войны стерла все политические грани, и Соединенные Штаты Америки оказались втянутыми в военный конфликт. Вьетнаме ощущался недостаток оборудованных аэродромов для реактивных самолетов, и Соединенные Штаты приступили к их ускоренному строительству. Новые базы появились в Бьенхуа, Пханранг, Пхукет, Туихуа, и им предстояло стать свидетелями долгой боевой работы F-100. Здесь были построены трехкилометровые полосы, помещения для летного и технического состава и ремонтная база. Теперь, с точки зрения наличия современных аэродромов, Южный Вьетнам стал одной из богатейших стран мира. А самый разгар военных действий во Вьетнаме находилось 490 F-100, не считая дополнительных сил на территории Таиланда. В ходе плановых замен машин и экипажей, практически все самолеты этого типа в тот или иной момент несли службу во Вьетнаме. Даже двухместные тренировочные машины были переоборудованы противорадиолокационные самолеты. База в Хан Ренг первая приняла полностью оснащенную сотками авиакрылов в 1966 году. Она и далее оставалась главной их базой, где постоянно размещалось 140 самолетов этого типа. В середине 1967 года четыре авиакрыла соток, третье, 31-е, 35-е и 37-е, находились на территории Вьетнама. Хотя история Вьетнамской войны лишь мимоходом упоминает действия F-100, это не означает, что их там было немного. Эти истребители внесли весьма значительный вклад в военные усилия США. Возможно, что при уменьшении роли F-100 объяснялось отсутствием в их работе некоего романтического блеска. Налеты на цели в Северном Вьетнаме ярче высветили уже известные недостатки F-100 в сравнении с разработанными позже F-105 и F-4. В их кампании при выполнении однотипных заданий самолет явно проигрывал. Сотка стала своего рода воздушной артиллерией, необходимой наземным войскам для выполнения их заданий. Временами это была вообще наиболее важная цель авиации на этом театре войны. Наводимые передовыми наблюдателями Сотки обрушивали на врага свой смертоносный груз. Большинство из этих заданий могут быть описаны в нескольких словах. Инструктаж, взлет, дозаправка, полет в заданный район, встреча с передовыми наблюдателями, обнаружение цели и ее атака, полет обратно на базу. Стоит ли говорить, что такое описание упускает самое главное? Боевых вылетов было огромное количество, и каждый из них был для летчика неповторимым. Уровень активности Соток был поразительным. Аэродромы в Южном Вьетнаме стали одними из самых оживленных в мире. В январе 67-го года только на базе Бьен Хуа было зафиксировано 65 тысяч самолетов вылетов, что означает один вылет каждые 42 секунды на протяжении целого месяца. Большинство вылетов приходилось на долю F-100. Слово «санятость» приобретает в этом свете новое и более глубокое значение. Как только самолет возвращался на базу, вооруженцы разряжали пушки и устанавливали их на предохранители. Только тогда начиналась заправка, осмотр и перевооружение самолета для следующего рейда. Техники проверяли и перепроверяли самолеты, и только после этого они могли вновь подняться в воздух. Обычно сотки совершали по два боевых вылета в день. Оперативная готовность «Супер Сейбров» по некоторым данным составляла 95%. Отличный показатель для техники и летного состава. 31-е истребительное авиакрыло имело пять эскадрильей F-100. Его база в Ту и Хуа насчитывала наибольшее количество этих самолетов во Вьетнаме. В дополнение к трем регулярным эскадрильям, крылу были приданы еще две от национальной гвардии. Эти части показали себя во Вьетнаме одними из наиболее эффективных, что объяснялось возрастом и опытом пилотов и списочной стабильностью личного состава. Действия гвардии разрушили бытовавшие представления о ней как об аэроклубе и заставили смотреть на эти части как на сильный и надежный резерв. Генерал Джордж Браун считал, что пять эскадрильей F-100 национальной гвардии были лучшими из всех. В их составе воевали, например, 136-я из Нью-Йорка и 188-я из Нью-Мексико. Генерал Джордж Браун считал, что лучшие пять эскадрильей F-100 в Вьетнаме были национальные гвардии. Эти пять включили два гвардии, которые встанут к 31-й в Туи-Ва. 136-я из Нью-Йорка и 188-я из Нью-Мексико. Туи-Ва стала новой базой, построенной американцами. Работы здесь начались в мае 66-го года, а в ноябре сюда уже прибыли первые самолеты. Временная полоса с металлическим щитовым покрытием продолжала функционировать и после постройки бетонной полосы в 67-м году. Аэродром был покинут в середине 70-х годов. Жизнь на этой авиабазе ничем не отличалась от других мест базирования F-100. Бесконечная карусель полетов и заправок. В 31-е крыло входило около 110 самолетов, к которым добавились еще 44 машины национальной гвардии. День и ночь на базе не замирала жизнь. И люди работали без выходных, чтобы обеспечить высокую интенсивность боевых вылетов. Самолет заправлялся топливом и снаряжался боеприпасами до такой степени, что для взлета едва хватало полосы. В Туихуа она была одним торцом направлена в сторону моря, а с противоположной стороны ее ограничивали горы. Это означало, что большинство взлетов и посадок осуществлялось над береговой линией с ее непредсказуемыми ветрами, скорость которых доходила до 45 километров в час поперек полосы. Полеты в принципе делились на два типа. Запланированы удары, сопровождавшиеся подробным инструктажем и точными указаниями, и срочные задания в ответ на просьбы о помощи со стороны армейских соединений. Иногда F-100 участвовали в операциях по спасению сбитых летчиков, подавляя огонь противника. Учитывая количество баз и самолетов во Вьетнаме, машины могли оказываться в нужном районе в считанные минуты. Иногда солдаты просили нанести удар по цели, располагавшийся в каких-то полусотне метров от их собственных позиций. Выполнение таких заданий делает честь самолетам и их экипажам. Войска, наверное, дважды подумали бы, прежде чем вызвать поддержку, если бы не были уверены в четкости и точности работы F-100. Необходимость нанесения хирургически точных ударов ложилась тяжелой ответственностью на измотанных пилотов. Вьетнам невольно оказался испытательным полигоном для американской военной техники, значительной часть которой оказалась неприспособленной для эффективного использования. Одним из таких примеров была ракета «Булл Пап», которая не давала большого эффекта, даже попадая точно в цель. Она не могла уничтожать крупные цели, вроде мостов, разрушение которых только и могло оправдать использование столь дорогого оружия. Возможно, в свое время эти ракеты и были на острие технического прогресса. Некоторые из более поздних видов вооружений оказались гораздо более эффективными, однако и они доказали, что испытания, на основании которых их приняли в производство, не всегда гарантировали от неудач в боевой обстановке. Большинство заданий F-100 выполнялись традиционными типами вооружений. Баками с напалмом, бомбами калибром 250 и 350 килограммов, которые употреблялись еще со времен Второй мировой войны, а также блоками неуправляемых ракет. Кроме того, самолет был вооружен четырьмя пушками с боезапасом по 200 снарядов на ствол, которые дополняли ударную мощь Суперсейбра. В 70-м году началась замена F-100 на Фантом и F-111. Шла она очень быстро. Многие Суперсейбры провели в воздухе более 5000 часов. Их ресурс подходил к концу. Когда начались боевые действия во Вьетнаме, F-100 был уже устаревшим самолетом. Он уступал мигом противника и выбыл из гонки за превосходство воздуха. Свое применение он нашел в постоянной поддержке наземных войск. Это был первый реактивный штурмовик, в бою доказавший свою эффективность. В экспериментальном порядке двухместные F-100F использовались как самолеты наведения при взаимодействии с морской пехотой. Один за другим формирование F-100 покидали Вьетнам. Последним в июне 71-го года убыло 35-е тактическое авиакрыло. Сотки совершили во Вьетнаме больше боевых вылетов, чем любой другой тип самолета. 360 283. Из 243 потерянных по разным причинам машин, 198 были сбиты. Большинство соток в армии других стран было далеко не новыми. Французы первыми получили суперсейбры в 58-м году. У них было 100 таких самолетов. 15 моделей F и 85 моделей D. Они оставались в строю до 1980-го года. Дания до 1982-го года имела три эскадрильи соток. Тайвань получила и использовал подержанные самолеты модели А, впоследствии модернизированные. Гораздо дольше всех остальных эксплуатировала самолет этого типа Турция. По некоторым данным, эта страна из трех сотен полученных F-100 до сих пор имеет боеспособные машины. С точки зрения оружейного бизнеса, поставки F-100 не стали чем-то из ряда вон выходящим для фирмы North American, а отказ от F-107 оставил эту фирму вообще без заказов на производство истребителей. Несмотря на неудачу с F-107, фирма North American не прекратила разработку новых истребителей. Она вела работы над F-108 Рапира, который вместе с Валькирией являлся самолетом следующего поколения. Фирма получила контракт на разработку в июне 1957 года. Он базировался на исследованиях, начатых в 1955 году. Скорость проектируемого истребителя должна была составлять 3200 км в час, потолок до 21 км, радиус действия 1600 км. После ракетной атаки цели самолет должен был совершить посадку на базе через 30 минут после взлета. Главная задача — уничтожение бомбардировщиков на дальних рубежах. К сожалению, подобный самолет оказался бы невероятно дорог, и на этапе предварительного проектирования в январе 1959 года представители военно-воздушных сил углубились в изучении бюджетных вопросов, определявших саму возможность реализации проекта. 23 сентября 1959 года фирме North American было дано указание отложить разработку. Создав три поколения самолетов, все из которых были успешными, фирма полностью прекратила разработку истребителей. После Вьетнама F-100 оставались в строю только в частях Национальной гвардии США. К 1972 году ВВС полностью отказались от их использования. Некоторое время они еще оставались на вооружении Национальной гвардии, но ресурс этих самолетов был практически исчерпан, и их списали. Национальная гвардия эксплуатировала их более 20 лет. Были пилоты, налетавшие 5000 часов на этом типе самолета. Самый большой налет часов составлял 5600. Последний рабочий вылет F-100 состоялся 10 ноября 1979 года. Все последующие полеты проводились исключительно в развлекательных целях. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Среди летчиков, воевавших на F-100, до сих пор не утихают споры об их истинной ценности. Бывший, в свое время яблоком раздора, Супер Сейбр вышел с честью всех испытаний. А если вспомнить о его боевых заслугах во Вьетнаме, то можно с уверенностью сказать, что этот самолет заводится еще очень нескоро. КОНЕЦ